друзья привет с новым годом вас всех очень рада буду видеть на своем прямом эфире новый год класс все кто не знаю чем заняться давайте поболтаем с вами да 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 привет машу ручкой вам тоже с новым годом да вас тоже с новым годом с новыми переменами интересно интересно понаблюдать что будет в этом году такого классного с новым годом обожаю тебя всего тебе самого наилучшего спасибо вам тоже ребята пускай этот новый год будет еще чудеснее чем прошлый до прошлый конечно год был такой оторви выброс но для меня он был один из самых 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 клёвых столько было нового столько нового прорыва было в сознании в моей жизни я этот год закончила просто на такой ноте классной столько всего произошло этот новый год тоже уже принес реально чудеса я на новый год загадала желание и что вы думаете через 15 минут она исполнилась причем это желание я не планировала что она вообще в течение нескольких лет может сбыться потому что она ну такое нереальное и я до сих пор под впечатлением я не буду говорить что именно потом все знаете но у меня просто взрыв мозга желание исполняются за 10 минут которые даже представить себе не можешь но даешь себе такую установку что все может быть в этой жизни и ничего не может этому мешать я так подумала что мне мешает исполниться моему желанию и пришла к выводу что ничего я ну раз и исполнилось ну вас заинтриговала но не пока не буду говорить она в такое личное хорошая же хорошая спасибо очки давайте какую-нибудь тему с вами придумаем что вас интересует какие у вас планы что вы будете делать на этот новый год кто куда собирается полететь прекрасно выглядишь спасибо ой мне столько перемен я жду от этого года много перемен каждый день перемен я не знаю что он мне принесет но это будет что-то супер классная деньги ждете разбирайте зачем вам нужны деньги чтобы были деньги нужны желания вы написали на новый год список желаний я не стала писать я загадала всего лишь одно а ну блин случилось беременность нет похлеще изобилие финансового ресурса интересная тема такая что 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 там конкретно интересует нато я решила вернуться в австралии ух ты но ты даешь какие перемены буквально вот недавно же говорила что только приехала и уже обратно глаз давайте собираетесь а что нас так мало почему 38 человек 2 января до сих пор остальные гуляют что мне вот не гуляется не как дома сидится только я этот новый год праздновала без алкоголя у меня был чаёчек кофеёчек тортики салатики и настольные игры а еще у меня были друзья в гостях с детьми дом был погром этот погром закончился буквально 10 минут назад взрослые увезли детей троих на елку не сказала бы что я там не люблю детей или люблю я не знаю но когда куча детей и ты такой приглашаешь их домой и видишь что у тебя все порушено разбита куча посуды все вообще вверх дом у меня сумасшедший новый год был я прожила блин прожила целых несколько дней с детьми для меня это был реально новый опыт я вообще ну не знаю даже планирую не планирую детей но у меня ступор вызывает блин вот будут у меня дети что же я делать буду и вот наглядно показали мне какой-то погром как вы справляетесь когда куча детей вот как тут такой ор стоял тут так вот все на ушах просто бегали у меня тоже дома разгром поэтому у меня их нет а вот дети для меня тоже разгром поэтому их нет но я не представляла что дети это разгром я просто это увидела когда трое детей носятся по дому с криками бонзай а вот так вот орут без повода один поет вторая там прыгает по диванам раскидываются подушки по всей переворачиваются столы и стулья все куда-то летит игрушки везде идешь наступаешь стекла по всему дому боже мой хорошо еще стены не разрисовали так я 31 декабря захотела две вещи и одна уже пришла в тот же день а второе первое тело ох классно видите как коллективно когда все желают какие-то чудеса и не происходит круто интересно как вселенная дает энергию в материи точнее как преобразовывается жизненная энергия в материальные финансовые купюры вселенная вам не дает энергию энергии то ваше собственное действие ваше наблюдение которому не мешают препятствия то есть ваши шаблоны в голове если у вас есть убеждение тормозящие ваше желание тогда она не будет исполнена убеждения такие например это невозможно у меня на это нет денег у меня на это нет знаний у меня на это нет времени а что я буду с этим делать то есть у нас очень много убеждений что это неправильно либо сейчас это неуместно разные убеждения по каждому желанию например я хочу машину но вот где я буду ставить какую буду водить а у меня там есть страх а у меня на нее нет денег это вот все шаблоны а если бы вы желали ваше желание наблюдали за ними без ожидания просто наблюдали и при этом не давали себе вот эти вот стоп сигналы что это не невозможно что это не исполнится это слишком круто для меня что с этим буду делать если бы вы об этом не думали наши мысли формируют нашу материальную действительность наши шаблоны наши программы наше убеждение с которыми живем программа это наш опыт у нас есть такой опыт что я без денег не могу приобрести машину есть такой опыт или там еще какой-то опыт и вы знаете этот опыт и вот этот опыт эти знания вам мешают осуществить желание как только вы прощаетесь прошлом и говорите я нихрена не знаю как она исполнится но она точно исполнится что творец я причина во мне если вы живете с такими убеждениями и благодарностью за то что у вас в данный момент есть это что ваш мир изобилен то что вы убеждены в том что у вас все ресурсы есть все знания энергия и вы делаете то что хотите и не делайте то что не хотите тогда ваше желание будут исполняться энергия приходит на ваше желание как только вы что-то пожелали у вас в эту же секунду здесь и сейчас появились все ресурсы и вся ваша энергия на материализацию этого желания но материальный мир нам показывает что этого нету где это все мешают увидеть ваши исполненные желания ваши убеждения вот эти вот опыты из-за которых вы думаете что в данную секунду это невозможно поэтому нужно работать с мышлением вашим и рассоздавать шаблоны почему я так думаю а с чего так решил опыт но это был опыт может у меня будет другой опыт почему я решил что это невозможно почему я решил что у меня вот такое мнение на счет а кто мне навязал эти шаблоны почему желание только из-за денег могут исполниться то есть вы начинаете рассуждать и приходите бессмысленности ваших шаблонов и убеждений когда вы приходите к бессмысленности то что это все фигня может быть и по-другому тогда ваше желание будет исполняться но второй момент почему ваше желание еще не исполнены когда вы проработали шаблоны вы от этих желаний ждете даже не второй момент четыре момента объясню первое это то что ваше мышление тормозит ваше желание хотя энергии ресурсы уже есть как только вы пожелали то есть ваши убеждения в невозможности второе это вас нет в здесь и сейчас то есть вы мыслями постоянно где-то там в будущем в прошлом что-то вспоминаете хотите от недостатка то есть не из изобилия хотите от недостатка то есть не это не достает я это хочу это уже третий пункт перескочила второй пункт вас нет здесь сейчас то есть представьте посыльный вынес вам посылку и идет к вам вот вы пожелали все посыльный вышел он идет к вам несет вам ваше желание но вас нет вы себя не чувствуете вы себя не любите вы себя не ощущаете вы не понимаете что здесь и сейчас вы делаете вы не осознаете вот этот момент здесь сейчас вы не живете в этом моменте вы живете мыслями в другом месте когда вас нет ваше желание исполняется у всех ваших родных близких знакомых там мало знакомых вы видите исполнены ваше желание у других и начинаете завидовать переключите зависть на то что это ваш почтальон просто уже вынес посылку вот она уже здесь только протяни руку но для этого вам нужно здесь и сейчас находиться как можно больше времени то есть вы отключаете свои мозги и перестаете обусоливать ваши проблемы перестаете думать о прошлом перестаете думать где-то что-то не доделали где-то что-то не узнали не так поступили отбрасывайте все эти мысли перестаньте планировать будущее а вот наслаждайтесь настоящим когда вы наслаждайтесь настоящим вы здесь есть то есть вы пожелали посыльный вам вынес посылку ресурс энергия есть теперь ждите вашего посыльного будьте в настоящем моменте третий момент это перескочила и забыла сейчас подождите вспомню о чем я говорила третий момент да ладно ну даже вот эти два варианта ну давайте третий сейчас который четвертый пункт хотел сказать пускай он будет третьим когда вы что-то пожелали вам посыльный вынес посылку вы начинаете переобуваться ой я не хочу уже красную машину я хочу зеленую он такой боли пошел я менять посылку идет обратно возвращается для того чтобы поменять вам вашу машину на полпути вы такие боли не хочу я красную не хочу зеленую хочу желтую а я уже не будем вы хочу я хочу другую такой боли на 5 надо менять то есть вы если что-то пожелали наблюдайте ваше конкретное желание то есть поймите что вы хотите конкретно и наблюдайте не переобувайтесь если у вас очень быстро меняется ваше желание как оно должно выглядеть то вы тоже это желание все никак не сможете получить еще пункт подумайте за что вы держитесь и что не готовы отпускать если ваше желание исполнится то есть у нас есть очень много противоречивых желаний то есть я хочу дом но когда у меня будет дом мне придется ездить за город то есть в городе квартиры а дом это загорода мне не хочется ездить из загорода в центр города там на работу это долго я хочу жить в центре но при этом в центре домов нету есть квартиры я не хочу жить квартир вас противоречивое желание то есть я хочу дом и не хочу мне мешает то есть готовы ли вы расстаться с тем что вам придется долго ездить время придется ли вам раз захотите ли вы расстаться с тем с быстрой вот этой мобильностью готовы расстаться готовы принять новое что вы будете ездить загородного домов на работу в центр если вы готовы все отлично минус одно препятствие почему вы еще желаете не иметь дома ну во первых придется за этим домом следить он будет большой как я хочу а вот очень сложно будет там вот это вот все пространство организовывать готовы ли вы расстаться с тем что вы встретитесь с трудностями по обустройству и уборке этого дома готовы решить эту проблему как ее можно решить ну допустим я готова нанять человека который будет убираться там два раза в месяц сделать генеральную уборку приходить в клининговой компании заказывать услуги я готова да готова нормально нормально ну все тогда получается с уборкой дома мы решили этот вопрос то есть у вас есть очень много противоречивых желаний за которые вы держитесь и не готовы их отпускать еще такой момент почему ваше желание не исполняется это так сейчас ли почему когда я говорю о чем-то мне приходит мысль я хочу ее сказать договариваю предыдущую все новую мысль куда-то улетела ладно сейчас я почитаю сообщение и мысленно по вспоминаю что какой хотела четвертый пункт сказать и почитаю ваше сообщение продолжим сейчас про желание так куча детей когда приходят это кайф ну как бы да на пару дней кайф но если я представлю что я сейчас этими тремя детьми месяц проживу все это 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 не мою я не готова иметь детей еще и в таком количестве потому что блин это просто капец мне нужно тогда будет реально большой дом с несколькими нянечками которые будут помогать мне в этом деле я пошла помогать подружки с новорожденным ребенком этот ребенок пять часов в тараках был я вот и милость бабочки мы вам не позавидуем ну в этом есть своя прелесть конечно же намного больше плюсов чем не иметь детей спасибо за комплименты дети ведут себя в хаосе когда у родителей такое состояние согласно полностью дети отражают прям с точностью состояние родителей ну и плюс у меня был хаос в голове и погром потому что моя жизнь перевернулась так 360 это обратно на 180 градусов вот прямо в противоположную сторону я настолько офигеваю что произошло за эти два дня у меня просто такой взрыв мозга и вот дети этот взрыв мозга мне показывают но я счастлива от этого взрыва так а я не мечтал о детях случился сын но сейчас и детей стараюсь воспринимать как проявление душ то есть без ограничений правильно надюш правильно как начать жить в 46 лет вот прям берем и начинаем пишем желание наблюдаем делаем что хотим отставим свои границы всех посылаем на хрен кто вторгается ваши границы и просто начинаем жить по своим желаниям для себя всегда выбирать себя неважно хоть вам 150 лет хоть 10 вы должны начать с любви к себе когда вы будете наполнены любовью к себе когда вы будете выбирать свои желания вам мир это будет отражать и рядом с вами люди будут тоже счастливы если вы хотите всем помочь значит вы видите что мир несчастный которым нужно помогать а он отражение вас это вы несчастны это вам нужно помочь в первую очередь помните как в самолете когда читаешь эту брошюрку там написано если что масочки сначала на себя потом на детей то есть если вы себе не поможете потом и с детьми спасать некому будет их правильно проблемка начинаем себя неважно 46 лет вам я от вас недалеко ушла мне тоже скоро столько стукнет жизнь прекрасна в любом возрасте у меня восемь племянников ух я знаю что такое дети поэтому не тороплюсь с ними в европе в азии после 30 после 40 только начинают задумываться о рождении детей поэтому у нас еще есть куча времени неважно что нас гинекологи торопят или привет обнимаю я тебя тоже обнимаю я вас всех обнимаю я очень счастлива вас видеть ух ничего себе у нас народа набежала так ох на или как я хочу к вам на личную встречу теперь буду реализовывать люди смотрите я недавно обдумывала почему у меня такие цены почему я не делаю консультации личных это очень редко и сейчас меня века даже спрашивала трое человек хотели записаться на личную консультацию но я сказала я пока не готова работать я проанализировала вот свое время у меня 365 дней в году как у вас если я каждый день буду лично заниматься с одним человеком ну потому что больше не получится некоторые консультации нужно и два и три дня с человеком нон-стопом заниматься то я могу ну самое большое в году без перерыва их выходных и праздников взять 365 человек только могу это это под большим таким вопросом но вот 150 200 человек я смогу взять но представьте какое-то маленькое количество поэтому личные консультации они просто ну заберут все мое время и очень мало людей будет знать о том что можно поменять свою жизнь и моя концепция вот моей работы это лучше написать книжки вести прямые эфиры делать какие-то онлайн курсы где можно побольше людей собрать чтобы был масштаб и больше людей было взаимодействие во-первых со мной да и я смогла передать эту какую-то информацию которую у меня есть которая могу поделиться которая меня вдохновляет и может вдохновить вас и поэтому личные консультации это такая большая трата времени я хочу вам сказать я от них постоянно тупли над отказываюсь а лучше за этот день напишу книгу которую прочитают там тысячу человек за месяц и для меня это ну намного продуктивней вот и поэтому мои консультации так как я ценю очень сильно свое время и у меня на себя есть время но его тоже мало не хватает 24 часа в сутки всего я и так уже сплю практически не сплю вот и поэтому консультации у меня 1000 евро было три сейчас я сделаю тысячу это как минимум там каждую неделю 2 вернее каждую неделю 1 2 там три человека все равно записываются на консультацию я не понимаю откуда вы вообще беретесь с такими деньгами ну просто капец все равно очень много уходит времени на индивидуальную работу что хотела а вот что хотела 15 и 16 января это уже через полторы недели я делаю личную встречу то есть это личная встреча будет личной консультация не он онлайн а оффлайн я приглашаю к себе домой не больше десяти человек где мы в течение там примерно 6 7 может 8 часов мы будем находиться в одном пространстве разбирать у каждого вопрос причем групповая работа она эффективнее потому что представьте мы разбираем кому-то денежный вопрос все остальные трансформируются тоже другому разбираем вопрос отношений третьему разбираем какую-то болезнь четвертому разбираем там с детьми проблему у кого-то там с бизнесом у кого-то долг банковский мы вот берем разбираем каждого и все это слушают и одновременно прорабатывают много вопросов поэтому я хочу вот сейчас у меня лимит на 20 человек больше 10 человек не получится по опыту права проведения таких мероприятий больше не смогу ну и вместить здесь будет проблематично хотя большая квартира поэтому 15 16 и у нас на этой открытой встрече будет параллельно работа с мышлением параллельно будет работа с телом это будет биоэлектрический массаж где мы будем запускать движуху не только в голове но и в теле активируем видели мой stories это такие перчатки токопроводящие которые ну промассируем все тело и запустим все процессы в теле если у кого-то какие-то проблемы уделим им внимание в теле то есть все блоки проблема со спиной с плечами с головой у многих с головой мера у всех и даже у меня вот то есть мы будем работать сразу и тело и мозг и стоит это не тысячу евро 350 евро всего это будет крутая работа поэтому успейте записаться всего 24 человек по 10 человек на день то есть 15 января и 16 января уникальная возможность потому что таких встреч на у ближайшие там за несколько месяцев я потом не планирую ко мне приедет моя команда ко мне домой прилетит на самолете вика с кристиной мы будем делать сайт у нас еще 7 недописанных книг будем игру делать то есть консультации там курсы они пока на стопе будут вот потом у меня еще очень интересная тема сразу вам рассказываю мне есть курс по телепатии которые мы проводятся там раз три месяца сейчас можно на него записаться в любой день начала это будет работа в чат-боте где вы получаете задания и будет чат в этом чате это будет очень круто за все четыре курса которые у меня были по телепатии все девочки которые достигли успеха и сейчас очень хорошо читают человека и пространство считывают информацию передают информацию они будут там модераторами то есть у нас будет чат телепатов где еще будет приглашен экстрасенс которая просто взрывает мне мозги рассказывая мне такие чудеса о которых даже я слегка догадывалась и у нас будет чат но очень прокаченных людей поэтому курс телепатии будет сейчас еще круче и начала в любой день потом когда ты проходишь этот курс то есть он не будет но он стопом каждый день задания то есть ты выполнил получаешь следующее выполнил получаешь следующее то есть получается этот курс будет растянут во времени самым комфортным для тебя и фишка в том что ты потом остаешься в чате и этот чат на там на целый год будет вместе с тобой со мной и со всеми тех людьми кто проходил курс и мы уже дальше будем прокачивать новичков то есть вы обучились и закрепляете этот материал постоянно ежедневными тренировками тренировки считывать информацию курс телепатии крут тем что вы просто открываете чувство вы очень глубоко познаете причину в себе ваше желание начинают вот так щелкаться потому что вы начинаете этот мир видеть просто насквозь все наши желания это всего лишь понятный уму образ тех чувств которые мы хотим испытывать мы не желание хотим иметь вот вспомнила четвертый пункт про желание дальше говорю мы не желание хотим иметь мы хотим чувствовать определенные чувства которые стоят за этими желаниями если вы этого не понимаете вы эти желания себе не дадите вы хотите пойти в кино не потому что вы хотите кино посмотреть вы хотите насладиться процессом вот этого вот интереса что там будет вам хочется сюжета вам хочется встретиться с друзьями вам хочется какого-то движения выйти из дома выйти там себя показать одеть какую-то красивую одежду попить кофе встретиться пообщаться увидеть вот этот интересный дома же не так фильмы смотрятся, да, в кинотеатре совершенно другие ощущения. Мы все желания хотим ради ощущений. Дом мы хотим не потому, что дом. Вы и так дома живёте. Вы все живёте не в коробках на улице. Вы все живёте дома. Но вам хочется свой дом, потому что это чувство безопасности, это комфорт, это ещё что-то. Вы хотите любые свои желания ради определённых чувств. Если вы понимаете, какие вы чувства хотите, рассмотрев ваши желания и написав список этих чувств и пойти дав эти чувства любыми другими способами, ваше желание исполняется. Ну плюс ещё, когда вы проработаете противоречивые желания и будете находиться здесь сейчас. Так, всё, почитаю ваше сообщение. Все четыре пункта, как исполняет желание, я вам рассказала. Всё очень просто. Надо тренировать, надо пробовать. Нужно с интересом подойти к этому вопросу и понаблюдать, как это может исполниться. Кто не верит, не надо мне верить. Вы просто пробуйте, экспериментируйте. Я вообще не навязываю никому свою политику, но у меня желание исполняется вот так. Ну, кто меня знает лично, они в афиге. Вот. Сейчас у всех моих друзей исполняется желание. Все, кто в моём поле, тоже исполняется желание. Вот я чувствую, что 2021 год будет классный почему-то. Да не почему-то, потому что мы творцы, и мы творим свою материальную действительность. Мы растём. Кто-то стареет, потому что застаревает в своих шаблонах, мышления и убеждениях. У тех стареет тело, стареет, ну, короче, приходит старость. Вот. А те, кто прокачивает своё мышление, работает над ним, не накапливает эти шаблоны, а наоборот, их рассоздаёт, наоборот, учится быть свободным, в свободе выбора выбирать свои желания и себя, а не идти на поводу кого-то или чего-то, тот молодеет. И если мы творцы можем управлять этой реальностью, конечно, этот год будет классный. А кто живёт в своих шаблонах и хочет жить так, как жил, ну, он только будет каждый год усугублять свою ситуацию, свои проблемы. Какая тема эфира? Линдера, чтоб ты знала. И многие, кто меня смотрит в первый раз. У эфиров моих тем нет. Я живу без темы и без плана. Мы просто общаемся. И всё. Отвечаю на ваши вопросы. Можете задавать. Так, а я месяц живу с сестрой и её детьми. Я не хочу большую семью. Это как бздец. Я хочу и не хочу. Противоречивые желания буду согласовывать. Так. Нелечка, с Новым годом. Ребята, с Новым годом вас тоже. Этот год будет вообще крутой. Столько осознаний придёт к вам всем. Как привлечь больше клиентов? Так, желания. Задаём себе вопрос. Для чего я хочу, чтобы у меня не было много клиентов? Что меня держит? За что я вцепилась и не хочу отпускать? Что мне даёт? Какие выгоды, когда клиентов мало? Ну, выгоды, то, что у меня есть время. Надо согласовать. А могу ли я увеличить клиентов и при этом не потерять своё время? Если вы найдёте вот этот баланс, то круто. Вы с противоречивым желанием разберётесь. Оно перестанет вас держать. Плюс какие ещё выгоды, что у вас мало клиентов? То есть вам нужно найти выгоды. Плюс вы чётко должны следовать вашей цели, что я хочу больше клиентов и точка. Плюс вы должны понимать, что ничего не должно препятствовать вашему желанию. Все ваши убеждения выписывайте и осознавайте их абсурдность. То есть, почему вы не можете иметь клиентов больших? Ну, у меня недостаточно опыта, а почему это у меня недостаточно опыта? А что значит достаточно и недостаточно? Опыт бесконечный, мы всё время проживаем, его всегда будет недостаточно. Ну, абсурдно же, да, что мне не хватает опыта. Почему бы и нет? Люди, которые вон без опыта, если там повернуться сейчас и оглядеться, только-только из пелёнок вылезли, они уже великие тиктокеры, у них куча денег. Никакого опыта, зато они круто умеют проявить себя, жить по своим желаниям, зарабатывать большие деньги. Без опыта всё хорошо. То есть, это моё только убеждение, что у меня недостаточно опыта. Почему я ещё не могу больших клиентов иметь? У меня недостаточно классная реклама. Вы знаете, реклама не делает абсолютно ничего. И вообще ничего. Люди идут на вашу энергию. А энергия у вас есть, если вы живёте в изобилии. То есть, вы ощущаете, что в данный момент всё, что у меня есть, это ровно столько, сколько мне нужно. Повышайте уровень своего комфорта и своего изобилия. То есть, начните кайфовать от того, что у вас есть, и множите это своим вниманием. А мы живём с вами постоянно с чувством недостатка. Мне мало это, мне недостаёт это. Ангел такой сверху стоит и говорит, недостаёт это, будет исполнено, будет ещё недоставать. А если вы, о, как мне это всего хватает, класс, у вас начнёт прибавляться. То есть, если вы в чувстве, что вечного недостатка, этот недостаток порождает недостаток. Если вы живёте в чувстве, что вы в изобилии находитесь и наблюдаете вокруг, вы посмотрите, сколько изобилия в нашем мире. Наши люди, ресурсы, сколько прекрасных людей вас окружает. сколько друзей у вас классных много есть, какая у вас замечательная семья. У вас бесконечный чистый воздух, сколько деревьев на планете. Начните видеть изобилие, перестаньте, вот, ваш фокус внимания всё время на недостатках. Если вам кто-то не нравится, рассмотрите в этом человеке таланты, красоту, сколько всего в нём есть, а вы в нём видите только какое-то говно, недостатки, какой он фиговый, а посмотрите сколько классного он сделал. Если в бочку с мёдом добавить ложечку дёгтя, да, вы мёд вообще не заметите, вы только обратите вот на эту чёрную капельку, потому что вот мы так устроены. Перекладывайте свой фокус внимания с того, то есть убирайте фокус внимания с того, чего у нас нет, на то, что у нас есть. И постоянно наблюдайте, как много у вас всего. У вас есть руки, ноги, тело, глаза, вы можете слышать, чувствовать, вы можете смеяться, вы можете плакать, вы можете ходить, вы можете плясать, вы можете петь, вы столько всего можете, но вы это не цените, не обращайте на это внимания. Но если вы не цените то, что у вас есть, как вам придёт ещё что-то? Вы хотя бы разберитесь с тем, что есть в данный момент. Столько всего классного у вас сейчас вокруг, но мы привыкли это не замечать. Мы всё это воспринимаем как должное, а когда мы это так воспринимаем, наш фокус внимания на недостатках. Переключайте фокус. Нелли, ломаются машины, сначала одна, потом вторая, потом по второму кругу. К чему это? Ну рассуждаем. Машина это всего лишь набор чувств. Наш внешний мир это уплотнённая форма наших чувств. Мы себя изучаем и наши чувства через внешний мир, щупая, трогая. Машину вы создали своими чувствами скорости, движения. То есть если ваши скорости движения поломались, то это вы себя тормозите постоянно в чём-то. А в чём вы можете себя в двух случаях вы тормозите в исполнении своих желаний. То есть вы хотите и не разрешаете себе их. Потому что есть нормы, есть правила, может быть так не надо, а если там что-то не так обо мне подумают, что-то не так там будет, то есть я не могу себе это позволить сейчас, потому что я недостойна, недостаточно такая, недостаточно стекая, недостаточно умная, недостаточно красивая. то есть вы тормозите свои желания, то есть у вас есть все ресурсы на ваши желания, иди, возьми и сделай, и кайфа нет этого, но нет, есть очень много противоречий, то есть вы тормозите. Плюс второе, вы не разрешаете проявлению своих чувств. Мы это не только белые, пушистые, в нас есть все чувства. Если вы не разрешаете себя проявлять естественным образом, хотите материться, материтесь, хотите нахрен послать, он за этим к вам и пришел, пошлите, отстаивайте свои границы, ставьте себя на первое место, хотите орать, парите, поколите посуду, сделайте что угодно, но вы не должны в себе ничего держать, вы должны постоянно проявляться и изучать себя, как вы реагируете на этот внешний мир, что это у меня за реакция интересная, и кайфовать от своих любых реакций, не нужно думать о том, что вы не должны так делать, кто вам такое сказал, конечно, многие нам это говорят, но мы сами себе поставили запреты, и на мир эти запреты транслируют, но как только вы себе внутренне разрешите быть настоящим, тогда и внешний мир перестанет вам указывать, что делать, и косо на вас смотреть, мне сегодня понравился сториз у Лизы, знаете, рыжая наша бестия, я часто ее выкладываю в сторизы, либо в постах она у меня присутствует, Лизочка, с Новым годом, обожаю тебя, в общем, она классный сториз выложила, о том, что, ребята, прокачанный, проработанный человек, проработанный своим мышлением, это не тот, который в дзене сидит, у него все классно и все хорошо, нет, это тот, который может послать нахуй всех, кто ему мешает жить, это тот, который может спокойно проявить себя и расставить свои границы, ну, я, конечно, утрированно сказала, не так, как она, вот, ну, примерно суть та, то есть, человек, который может быть собой и при этом не испытывая, то есть, может послать нахрен, не испытывая при этом чувства вины, не испытывая при этом стыд, то есть, он просто послал, и ему хорошо, потому что он выбрал себя, но тот человек, который к нему пришел, он хотел прожить этот опыт, все нормально, разрешите другим людям получить опыт, не сдерживайте себя, они для этого к вам и пришли, потому что они лезут в чужую жизнь, им нужно, чтобы кто-то их поставил на место, блять, займись своей жизнью, перестань указывать, мне тоже, часто на ютюбе пишут, а не могли бы вы толкать свои умные речи, толкать это говно по трубам, знаете ли, толкать умные речи без мата, нет, не могу, до свидания, ну то есть, как бы, иди нахуй, почему я должна жить так, как хочешь ты, я должна жить так, как я хочу, я задолжала себе свои проявления, свои желания, и те эмоции, которые я хочу проявлять, я буду их проявлять, почему я должна жить, как кто-то другой хочет, а те указывают другим, потому что своей жизнью не занимаются, человек, который занимается только своей жизнью, он даже не увидит и не обратит внимание, у кого там что-то там не так, и не пойдёт там других спасать, он будет заниматься своей жизнью, люди, которые ходят там и что-то от других ожидают, и потом обижаются на них, они просто не занимаются своей жизнью, понятно, и они будут через других людей себя материть, пинать, давать себе по голове, что, блин, отстань от внешнего мира, внешний мир — это твоё зеркало, перестань бить и хамить своему отражению в зеркале, возьми и обрати внимание на того человека, который стоит перед зеркалом, мирно наше зеркало, вернее, даже не зеркало, но продолжение нас, мир — это уплотнённая форма нас, наших чувств, мы вообще живём и играем в эту игру, внешнюю иллюзию, для того, чтобы себя изучать. И видеть нужно во всём себя, вот тогда ваша жизнь будет вот такая крутая. Love, love, love у вас. Давайте почитаю ещё сообщение. Как решиться на жизнь одной с детьми на съёмной квартире без помощи? Подходи к зеркалу. Я решила жить одной, без всякой помощи, мне помощь не нужна. Почему вы себя считаете беспомощной? Ваш мир — это ваше желание, ваш мир — это продукт ваших чувств, ваших желаний и точка. Вы имеете все ресурсы, весь накоплен опыт всего народа, вы имеете все, 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 все блага и всё имеете, но просто себе этого не позволяете. Вы не беспомощный человек. Вы можете помочь сами себе, не нужно искать эту внешнюю помощь. Пока вы её ищете вовне, внутри вы себя не найдёте, эти ресурсы. Перестаньте полагаться на кого-то, обопритесь на себя, только на свой внутренний стержень. И спокойно идите проживите этот опыт, попробуйте. Если у вас не получится, вернётесь обратно просить помощи у других. надо идти и пробовать, как решиться, взять и решиться. У вас есть выбор, решиться или нет. Ну и всё, у вас вот только выбор. Если вы чётко ставите перед собой цель, что я хочу изменить свою жизнь и наблюдать эти переметы, они у меня будут. А если я хочу сидеть и бояться, то я буду сидеть и бояться. То есть выбор только за вами. И ни один психолог, психотерапевт или ещё за вас это не решит. Как относиться к болезням, к обычному вирусу, особенно в начале года? Любые болезни – это сигнал, естественный сигнал нашего тела. Любые болезни нам сигналят о том, где мы себя тормозим, останавливаем, где наши мысли токсичные, нас убивают. Там, где мы запрещаем себя проявляться, это все подавленные наши чувства, которые начинают болеть изнутри. Наши подавленные чувства хотят вырваться наружу. Мы столько в себе подавляли очень много лет, поколений, там много-много всего подавленного в нас. Болезни – это только наше подавление. Если у вас просто вирус, и вы лежите с температурой, температура – это внутренний плач о том, что вы устали так жить, и вы хотите отдыха. Если у вас там сопли – это внутренний плач. Если вы чихаете, вы не можете выразить свои чувства и эмоции. Если у вас болит голова, вы находитесь в прошлом и обмусоливаете свои проблемы и несете какой-то груз вины или стыда, или ответственности, или какие-то долги, обязанности, разрешите себе сбросить этот весь груз. То есть болезнь – это хорошо, болезнь – это здоровье. Когда вот все, вот тело не болит, тут два варианта. Либо вы подавили эти чувства, и вы просто не даете себе сигналы, и от этого проблем становится больше. Либо вы уже классно трансформировались, ну, что все прекрасно. То есть, если вы не болеете, а вовне проблемы и долги, тогда вы погасили эти сигналы. Если вы не болеете, и вовне нет проблем, тогда все хорошо. Но если у вас есть какие-то сигналы тела, это круто! Благодарите! И как говорил мой любимый Владимир Синельников, я обожаю его книги, читала, правда, лет 10 назад, но я до сих пор помню его книгу «Возлюби болезнь свою», где он пишет, ну, просто классно, о том, что болезнь – это дар, это хорошо, полюбите и благодарите свою болезнь, благодарите этот сигнал тела, который вам показывает, где что происходит. Чтобы распознать и расшифровать, что сигналит болезнь, можете психосоматику почитать, но это такой усредненный ответ, как я вот говорю во всех эфирах, как гороскоп для козерогов, да, один на всех. Почитайте, какая функция в биологии у тела, какой орган за что отвечает, и посмотрите, переложите на внешний мир. То есть, если у вас проблема с сердцем, значит, ну, любви к себе точно не хватает. Если у вас проблема с глазами, какая функция у глаз? Наблюдать. Вы не хотите чего-то видеть в вашей жизни, не можете сказать этому «стоп», «нет», «уйти оттуда вообще», встать с гвоздя и пойти в комфорт. Вот, вы не хотите это видеть, но продолжаете это видеть и не делаете с этим ничего. Либо вы хотите очень страстно что-то видеть от недостатка, прям желания, очень прям рвёте, мечете, лишь бы достигнуть какое-то желание. Вы так страстно это хотите видеть, но его нету, тоже зрение падает. Значит, если у вас проблема с ушами, значит, вы не хотите слушать других людей и не хотите увидеть истину, а вцепились в свою правду. Если у вас выпадают волосы, то вы просто слишком умны и погрязли в своих шаблонах. Если у вас там печень, кишечник, не переваривайте свои ситуации, у вас накоплена злость и обида на кого-то, которую нужно отпустить. То есть посмотрите, какие функции. Руки, ноги болят, не хотите что-то делать, не хотите куда-то идти. Анализируйте и рассуждайте. Тело прекрасно с вами разговаривает. Но мы что привыкли идти к врачам, таблетки заглотнули, уколы поставили, всё, типа не при делах, всё хорошо. Ни хрена не хорошо, потому что если вы заглушили этот сигнал, мир вам это всё равно покажет и отразит. И эти проблемы все, пускай они в вашем теле, они будут у ваших близких, у ваших детей. Если мамочки, взрослые там, папочки, не хотят ничего чувствовать и ходят по врачам, то ваши дети все эти болезни будут вам проявлять. Нет детей, пожалуйста, долги, банковские долги, машина сломалась, дом порушен, пожар, короче, проблемы какие-то вечные будут. То есть если вы себя не хотите слышать, мир вам это будет всё время сигналить, бип-бип-бип, пока не обратите внимания. Весь мир, наш внешний, точно такой же классный сигнальщик, можно так сказать. Рассматриваете все проблемы как сигнал к тому, где вы тормозите в своих желаниях, где вы не проявляете чувства, где вы гасите свои импульсы, где вы гасите вот свою жизнь. Ну, понятное дело, если вы начнёте жить здесь сейчас, позволяя всему быть, принимая весь мир таким, какой он есть, не пытаясь никого переделать, быть с собой, когда вы позволяете. Тогда вам не нужно будет за другими следить. Но если вы следите за другими и пытаетесь поставить других людей на место, показать, а вот ты ныли материшься, плохая, а вот ты пишешь с орфографическими ошибками, а вот ты сегодня какая-то вот не такая, вот волос у тебя грязный, вот всё, это значит о том, что человек просто, ну, не живёт своей жизнью, это сигнал к тому, что, блин, обрати на себя внимание, и потом начинаются какие-то другие проблемы, проблемы, проблемы. Вообще, я сразу вижу людей с проблемами, сразу, блин, видно. Как только мне что-то говорят, блин, я уже могу объяснить, что у него, и какие долги, и какие болячки в теле. Но это очевидно. Поэтому, ребят, не позорьтесь, и при мне лучше молчите, иначе, блин, расскажу вам всю правду. ... Редактор субтитров,